К сведению индивидуальных предпринимателей, основная часть трудостроенного населения является наемными работниками и получает свою трудовую заработную плату, с которой предприятие уплачивает обязательные страховые взносы в небюджетные фунты. С индивидуальными предпринимателями дело обстоит иначе. Для данной категории населения предусмотрен особый порядок уплаты страховых взносов, размер которых напрямую зависит от дохода. В 2016 году фиксированные платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования для самозанятого населения начисляются, исходя из минимального размера оплаты труда, установленного на начало текущего финансового года, это 6,204 рублей. И тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд России 26%, в Фонд обязательного медицинского страхования 5,1%. Для тех, чья величина годового дохода за расчетный период не превышает 300,000 рублей, размер фиксированного платежа составляет в Фонд обязательного медицинского страхования 3,796,85 рублей, и в Пенсионный фонд России 19,356,48 рублей. Срок уплаты страховых взносов до 31 декабря 2016 года. Если доходы предпринимателей за расчетный период превышают 300,000 рублей, то помимо платежей в размере 23,153,33 рубля, предприниматель должен рассчитать и перечислить в Пенсионный фонд России страховые взносы в размере 1% от суммы превышения. При этом сумма страховых взносов в Пенсионный фонд России не может быть более 154,851,84 рубля, рассчитанного исходя из 8-кратного МРОД. Срок уплаты страховых взносов в размере 1% от суммы дохода свыше 300,000 рублей за 2016 год должен быть уплачен не позднее 1 апреля 2017 года. Главы крестьянско-фермерских хозяйств уплачивают страховые взносы за себя и за каждого члена крестьянско-фермерского хозяйства независимо от величины дохода в размере, рассчитанном по формуле 1 БРОД, умноженное на тариф и на 12 месяцев. Взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с доходом свыше 300,000 рублей не рассчитываются и не уплачиваются. Дополнительные страховые взносы необходимо внести до конца текущего года. Участникам программы государственного софинансирования пенсии необходимо внести добровольные страховые взносы в рамках программы до конца текущего года. И лучше это сделать до 26 декабря, иначе они могут упустить возможность получить софинансирование от государства. Значит, напоминаем, что государство удвоит ваш взнос в том случае, если он составит не менее 2,000 рублей в год. Софинансирование со стороны государства также не может составлять более 12,000 рублей. Направить средства на накопительную пенсию можно двумя способами. Самостоятельно и перечислив деньги в Пенсионный фонд Российской Федерации через кредитную организацию, либо через своего работодателя. Все вопросы, связанные с программой государственного софинансирования пенсии, можно задать по телефону горячей линии. Значит, справочно можем сказать, что программа государственного софинансирования пенсии накопительной накоплении стартовала с 1 октября 2008 года. Она дает возможность гражданину увеличить свою будущую пенсию на предприятиях на приоритетных началах с участием государства. Значит, следующая дема – это обдуманный выбор страховщика способствует увеличению будущей пенсии. Обеспеченная старость реально, если начать заботиться о ней уже сейчас, включившись в процесс формирования своей будущей пенсии сразу практически с первой зарплаты. Размер накопительной пенсии можно увеличить, сделав правильный выбор страховщика управляющих компаний, который будет отвечать за формирование и инвестирование в ваших пенсионных накоплений, может сохранить и приумножить накопительные средства. В настоящее время право выбора варианта пенсионного обеспечения сохраняют лица 67-го года рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Страховщиком застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию может быть Пенсионный фонд России или Негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. Пенсионный фонд России инвестирует пенсионные накопления через государственную управляющую компанию, внешнеэкономбанк и частные управляющие компании. При желании гражданин может поменять организацию, в которой собирается дальше формировать свои пенсионные накопления. Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. Сменить страховщика можно в следующем году, досрочный переход он называется, или через 5 лет путем подачи заявления о переходе. Однако важно помнить, что смена страховщика чаще одного раза в 5 лет может повлечь потерю инвестиционного документа.